Катин Всем привет! Я рад приветствовать вас с себя на канале. Мой канал посвящен синтезаторам электронной музыки, а сегодняшнее видео посвященное вопросам и ответам. Q&A. Сегодня я решил совместить приятное с полезным, поотвечать на ваши вопросы и переодеть свой кейс из желтого в черный. Вы уже видели его, да? Просто я перекину модули туда, нужно мне так. Ну и также я раскрою посылочку, у меня тут есть кое-что интересного, в том числе и для этого Еврорека есть там несколько аксессуаров, так что, чтобы разбавить вопросы, я буду еще распаковывать, как Дед Мороз сегодня, эту посылку. Для начала я хочу поблагодарить всех тех, кто пишет комментарии к моему видео, всех тех, кто пишет положительные комментарии. Это топливо для моего канала, топливо для меня. Большое спасибо вам за то, что вы поддерживаете, я надеюсь, вам нравится мой контент, вам нравится мой канал. Вы пишете очень приятные и полезные комментарии, они меня мотивируют, так что спасибо. Я буду читать не только вопросы, но также буду читать комментарии, которые вы пишете под видео, чтобы подискутировать на определенные интересные для меня темы. Также хочу напомнить, если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в одно из таких видео, то ссылка будет в описании, там вы можете сдонатить и написать вопрос, который попадет в следующее видео, посвященное вопросам и ответам. У меня нет вопроса, просто хотел сказать спасибо за видосы. Большое спасибо тебе за поддержку, добро пожаловать. Видос интересный, но зачем вставлять шум на фон? Я использую звук только для того, чтобы убрать паузу между словами, может быть, между мыслями, чтобы это все как-то гармонично смотрелось. Также мне кажется, что в некоторых видео я говорил очень так экспрессивно, может быть, даже агрессивно порой, и когда я вставляю какой-то эмбиент на фон свой, то мне кажется, что я создаю баланс и атмосферу. Кажется, в кинопроизводстве часто используют, в кино всегда есть какой-то звуковой ряд, который сопровождает то или иное действие и тем самым подчеркивает атмосферу. Думаю, что это нормальная практика. Другое дело, что, может быть, я слишком громко его делаю, но мне кажется, что большинство людей смотрят на ноутбуки, и поэтому не должно мешать. Ну или на телефонах, а мне кажется, что там как раз-таки этого звука вообще почти не слышно. Дизайн и модульный синтез, проектирование и прокладывание звуковых и визуальных ландшафтов все в одном флаконе. Что может быть лучше? Разделяю твой образ жизни, поскольку сам занимаюсь дизайном, и вот уже как два года увлекся синтезаторами и модулярщиной. Даже диплом на тему модуляров писал. Вот один из моих проектов, интересно твое мнение. В целом, очень крутая тема, когда звук и картинка переплетаются в одно целое, получается некий аудиовизуальный синтез. Синтез между звуком и визуализацией для меня является одной из целей в жизни, потому что мне очень нравится это, мне нравится, когда получается какой-то интересный результат. Я использую для этого видеосинтезаторы, я также пытаюсь выйти в физическое пространство, то есть взаимодействовать на свет. Тем более, мне всегда интересна графика, мне интересна векторная графика. Думаю, что у творческих людей всегда есть какое-то тяготение к тому, чтобы заставить свои визуальные образы жить в физическом пространстве или в цифровом, подкреплять это все звуком. Это очень интересно и вдохновляет меня, конечно же. В будущем на канале я планирую экспериментировать и выкладывать свои аудиовизуальные проекты, в том числе работу со светом, так что подписывайтесь и следите. То, что ты писал диплом, связанный с модуляром, это, конечно, за гранью фантастики. Для меня, по крайней мере, потому что когда я учился и писал диплом, то мы скачивали их с каких-то сайтов и просто мечтали о том, чтобы когда преподаватель будет его читать, чтобы он читал его в первый раз, потому что если он попадется, ему дважды, то он поставит сразу двойку. То есть у нас обучение не было, конечно, таким счастливым. Мы учились просто ради того, чтобы учиться. Я говорю про свое окружение. Тебе в этом плане повезло. Тенденция современного образования, кажется, идет в нужном направлении. Это здорово. Еще вопрос про дизайн. Я был бы рад немного послушать тебя на канале про дизайн, которым ты занимаешься. Думаю, что этот взгляд может философский, а может быть и не только философский, перекликаться с музыкальной философией. И мне, например, как просто музыканту, это интересно. Ну, я занимаюсь графическим дизайном. То есть профессионально я зарабатываю тем, что создаю бренды, я создаю логотипы, создаю гайдбуки, создаю брендбуки. Это позволяет компаниям выделяться среди других компаний и таким образом иметь какую-то свою идентичность. И поскольку брендинг – это такая история больше про логотипы, про типографику и про какие-то фирменные цвета, настроения. Может быть, не только визуальные, так же и вербальные настроения, то есть слоганы, тексты. В общем, посыл брендинга заключается в том, чтобы уложить в метафору очень кратко глубокий смысл компании. Если это получается, то, скорее всего, аудитория понимает бренд. Вот над этим я и работаю. Мне всегда нравился минимализм, мне всегда нравились какие-то смыслы в простых вещах. Я люблю смотреть на минималистичные картины. Мне кажется, что в природе, когда человек создает какие-то интересные формы, это могут быть пустые пространства, но они могут быть геометрически правильные. Мне очень нравится их эстетика и, конечно же, это перекладывается и на музыку. И в музыке я тоже пытаюсь добиться некого минимализма. Это, конечно, отдельная тема для разговоров, но мне кажется, что то техно, которое я хочу создавать и то, к чему я сейчас иду, оно будет заключаться в том, что трек будет очень простой и в то же время очень сложный. То, как, в принципе, и выглядит минимализм. То есть большой смысл в очень простых формах. Также мне очень нравится дизайн синтезаторов, мне очень нравится промышленный дизайн. Я как бы стараюсь в этом направлении тоже думать, но пока в плане синтезаторов или какого-то такого оборудования, которое окружает мой быт. И я думаю, что в ближайшее время я, наверное, куплю себе какой-нибудь 3D принтер и попробую создавать какие-то вещи, которые помогут мне, например, что-то осуществлять. Не знаю пока, что это будет. Я хочу попробовать вообще поработать с 3D, 3D-печатью. И я думаю, что отсюда выйдут какие-то уже дополнительные плоды. Конкретных планов нету, но я понимаю, что 3D принтер имеет большое количество возможностей, если ты обладаешь 3D-графикой. То есть можно создавать какие-то вещи и использовать их в быту, ну или, например, в профессиональной деятельности, в музыкальной. Может быть, для модуляра какие-то вещи попечатать. Может быть, для проводов или еще что-то. Я стремлюсь к тому, чтобы создавать эстетичную среду вокруг себя. Ну и комфортную, конечно, тоже. Также мне очень нравится дизайн синтезаторов. Вот в ближайшее время я собираюсь отрисовать слой для Behringer Neutron. Очень много запросов было по этому поводу. Все хотят эти лейауты себе на синтезатор. Я думаю, что если я найду место, где я смогу напечатать на пластике, чтобы эта панелька была не просто бумажной, а, скажем так, она была долговечной, то у владельцев Behringer Neutron появится возможность приобрести себе такой лейаут. Об этом я расскажу чуть попозже, когда будет готово. Пока не вижу смысла, потому что сейчас все еще в процессе. Но первый прототип дизайна уже есть. Здравствуй, очень нравится твой контент. Все просто стильно. Я не уверен, работали у тебя Donation Alerts, но хочу задать вопрос. Сам новичок, имея лишь простую медиклавиатуру, в дальнейшем хотелось бы двигаться в сторону Coil и другие группы. Что лучше купить? Два симмодуляра синтезатора, как Mook Mother 32 и Defam, или начать собирать свой собственный модульный синт. Хочется собрать что-то более универсальное, но с всякими плюшками от Make Noise. Хочется в дальнейшем еще больше экспериментировать со звуком. Бюджет 1100 баксов. Ну, во-первых, ты можешь купить Make Noise синтезаторы, также маленькие. Они симмодулярные, готовые. Zero Cost, Zero Control. Это сегвенсор Zero Cost, это синт. Стрега еще у них есть. Ну, мне кажется, что это хороший тоже вариант. Mother 32 и Defam у меня не было, но мне кажется, что твой вариант, на самом деле, купить симмодуляр, потому что ты познакомишься с патч-панелью, познакомишься, как это работает. Ну и для музыки, которую ты здесь написал, это, скорее всего, такой индустриал. Да, здесь нужен, наверное, аналоговый какой-то осциллятор и фильтр. И в этих симмодулярах как раз-таки все это и будет. Собирать модуляр, мне кажется, это следующий шаг, когда ты уже поймешь, как работает модуляция, и вообще нужен ли тебе модульный синтезатор. Потому что симмодуляр сейчас настолько крутые, что, в принципе, и модульник не нужен. Мне кажется, Zero Cost вообще в этом плане просто идеально. Ну и для любителей муговского звука можно, в принципе, муг. А Donation Alerts у меня работает, так что можно задавать вопросы и там. Скрытый гем на YouTube. Очень низшая вещь, подобные хобби. Блин, я хочу развивать, на самом деле, свой канал, хочу быть полезным не только для тех, у кого есть синтезатор, но и для тех, кто просто пишет электронную музыку. Ведь очень много людей пишут ее на компьютере, и, возможно, им было бы интересно посмотреть мой канал. Только вот о чем для них рассказывать, я не знаю. Может быть, у вас есть какие-то идеи, какие-то видео поснимать для людей, которым, в принципе, интересна электронная музыка. Так что жду комментариев. Так, ну что, все, я раскрутил. Давайте, короче, откроем посылку, посмотрим, что там есть. Я буду доставать оттуда по одной штуке и рассказывать, что это такое. Начнем с этого. В общем, это нерлисы, это такие болтики, очень полезные штуки для евро-рексинтезатора, которые позволяют выкручивать без дополнительной вот отвертки. У меня были, на самом деле, подобные штуки, но не фирмы Bifaco, а другие. И вот я, наконец-таки, заказал себе такие. Есть черные, а еще есть серебристые. Одни два с половиной, а другие три. Просто у меня два евро-река. Один на винтиках два с половиной, а другой на три. Поэтому мне пришлось заказать две. Такие вот приятные коробочки, в которых лежат болтики. Так, здесь черные. По-моему, здесь три. А здесь... А здесь серебристые. Блин, ну вот дизайн, короче. Черная банка, а болтики серые. Где логика? Надо наоборот все сделать. Теперь я, наконец-то, буду прикручивать свои синтезаторы руками. Ну и вроде там какая-то пластиковая штука есть. Какая-то шайбочка, которая позволит их не царапать. Ну ладно, это не так-то важно, но... В общем, пусть будут. Полезная вещь. Утилита. Мэн, ты шикарен. Как ты вошел в индустрию музыки? Я поражаюсь к тому, что люди понимают такие непонятные синтезаторы. Наверное, надо только попробовать. И только так начнешь вливаться в тему. Все же было бы интересно послушать твою историю. Все верно, нужно начать, и тогда все получится. Я же начал все с диджейства. Я очень долго диджеял. Лет 10, наверное, может быть, даже больше. И потом увлекся синтезаторами. Я купил Bass Station себе и Valdorf Bluffield. Это такой вейвтейбл. А Bass Station это аналоговый синт. И у Bass Station как раз-таки был CV Gate. И у своего друга, у которого был модуляр, я Bass Station с помощью CV Gate подключал. Ну и, в общем-то, так я увлекся и Eurorack синтезаторами. Поэтому, да, находясь в контексте, и осваиваешь любую деятельность. Почему я использую желтый и черный? Ну, потому что разного дизайна они. Желтый подходит под общую систему, а черный мне нравится использовать, например, с драм-машинкой. Или с чем-то таким. Супер-мини-микшер. Ага, не открутил. Вот еще один. Думал, смогу, короче, отвечать на вопросы и одновременно монтировать. Нифига не получается. Голова либо одним забита, либо другим. Вот такой пустой кейсик. Подобный пионеру Squid секвенсор я мог получить только благодаря связке машин Ableton Push 2. У одной есть аккорды и рандомайзер, а у другого крутой арпеджиатор. Что в связке дает те же возможности, что один Squid. Это в плане секвенсора для внешних устройств. Каково твое мнение, стоит ли дополнять такой набор этим пионерам? А то все обзоры настолько поверхностные, что всех тонкостей не раскрывают. Мне кажется, идеальных инструментов вообще нет. Пионер Squid, конечно, имеет и арпеджиатор, он имеет возможность делать аккорды и рандомайзер. Но у него будут, наверное, какие-то другие минусы, которые тебе не понравятся. Поэтому нет идеальных секвенсоров. Вот, например, в нем нет драмсик. А вот в K-Step Pro, который мне недавно прислали, в нем есть драмсик. В нем есть клавиша, а там только квадратики. То есть, ну, вот эти вот 4х4. Но если тебе нужны только эти функции, которые ты написал, то да, в Squid они есть. Также обрати внимание на панель. Удобно ли там ручки для тебя расположены. То есть, ну, удобно ли тебе будет с ним работать. А что касается обзоров на Торрес Квид, то на канале Пионер, по-моему, есть же целая линейка видео, посвященных Торрес Квиду. Также у них, по-моему, на сайте есть русский мануал. Можешь скачать, почитать. Думаю, что там будут ответы на твои вопросы. В целом, мне Squid на самом деле очень нравится. Он прикольный. Катэмчик, классный контент, классный русскоязычный контент. Пожалуйста, сделай обзор на синтакт. Сделаю, как только появится синтакт у меня. Пока у меня его нет. Было бы интересно с ним поработать и рассказать вам свои впечатления об этом устройстве. К сожалению, рельсы мне тоже приходится выкручивать отсюда. Главное, чтобы гайки не вывалились оттуда. И интеллектуальный синтезатор превращается в техносинтезатор. Ну вот, new look. Кайф. А есть вариант чистый звук синта получить. Мне жаль, почему кто делает обзоры, не кидает отдельный пак звука. Это прям бомба была. Вообще, я, конечно, планирую замутить какие-нибудь сэмпл паки. И уже, в принципе, работаю над этим. Но это, скорее всего, не будет просто бесплатно. Я, наверное, буду их продавать. Потому что я буду стараться сделать их хорошо и качественно. И как-то монетизировать, наверное, это тем, кому надо будет. Я думаю, что они купят. Обожаю ваш канал, правда. Все так по-доброму, по-домашнему. Но, согласитесь, обзор неполный. Скорее всего, обозревательный рекламный. Понятно, что ваш выбор без консульта и подоплеки. Но, честно, SubGramonicon ужасно сложный инструмент. И Meho это не лучший вариант для погружения в мир модуляров. На мой взгляд, намного лучше, интереснее, понятнее. А также увлекательнее будет знакомство с Mazer32. А затем FAM. А там уже и до SubGramonicon идет. Я говорю это как обладатель всего, кроме SubGramonicon. Продал. Хочется видеть ваше видео почаще. Вы хорошо мотивируете на использовании модуляров. Обзоры, на которых является большой редкостью в русском сегменте. Ждем ваши видео чаще. Мы и правда ждем. Спасибо большое за ваш труд. Я не ставлю цель делать полноценный обзор. Потому что обзор это нечто, я думаю, как пересказ мануала. И мне хочется делиться больше каким-то своим опытом. Чтобы понять все функции, мне кажется, достаточно почитать мануал. Это, конечно, сложное дело. Но если вы действительно заинтересованы синтезатором, то вы будете это делать. Свои же видео я считаю больше развлекательными. И возможностью поделиться своим опытом для вас по отношению к тому или иному инструменту. Может быть, его философия немножко сложна. Но у меня он оказался. Поэтому я действую по пути того, что у меня появилось и с чем я взаимодействую. Для входа в модульный синтез лучше не покупать, а походить в шоурумы и потыкать. Или рассмотреть БУ Беринджер Крейв, расширенный аналог Мазер 32. Это будет дешевле. Но, конечно, если есть возможность, нужно идти в шоурумы и там что-то покрутить. Мне кажется, это идеальный вариант понять, как выглядит устройство. Как оно крутится, из чего оно состоит. Легкое, тяжелое. Как оно звучит. Может быть, у вас ничего не получится сделать на одном инструменте, а другой возьмете в руки, и у вас сразу что-то получится. Да, если есть возможность, конечно, надо идти. Ну и, конечно, если купить Крейв, он не очень дорого стоит, но и также он популярен, то есть вы можете его всегда продать. Это хорошая возможность попробовать себя в мире синтезаторов. Но только он семимодуляр, не совсем модуляр. Идея классная, но я не особо люблю твой стиль музыки. Сэмплы мне будут лишними. Я спрашивал, кому было бы интересно сэмпл паки покупать. Мне кажется, что сэмплы и стиль музыки не имеют никакой корреляции, потому что сэмплы можно использовать для любой музыки, хоть для попсы, как для индастриал, так и для попсы одни и те же, без разницы. Вопрос в том, как ты с ними работаешь и как ты их обрабатываешь. Крутая бочка в попсе будет круто звучать и в техно будет круто звучать. Очень интересен Black Box. Обзор бы на него очень жду, спасибо. Будет обзор на Black Box, только чуть попозже. Очень крутая штука. Она у меня до сих пор есть, и я ей пользуюсь. И обзор на него сделаю. Вижу, у тебя в кейсе Bitbox Micro. У меня он главный по перкуссии. Было бы круто посмотреть на него обзор. Короче, вот этот Bitbox Micro такой же, как Black Box, только он чуть в другом форм-факторе. Здесь поменьше дорожек, но в целом это одно и то же устройство внутри. Ну а с выходом новой прошивки он еще больше стал похож на Black Box. Единственное, что там, конечно, секвенсора нету, в отличие от того. Но там есть, на самом деле, различия. Но по философии они очень похожи, эти устройства. Я начал снимать с ним модулярные будни. Снимал, 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 снимал. Целый час, короче, снимал. Потом начал монтировать и понял, что я просто там столько всего наснимал. Надо будет попробовать переснять это видео. Короче, закопался я в обзоре на Bitbox Micro. Думаю, как попроще это сделать. Сделаю на него тоже обзор. Так, сначала питание надо положить. Вот купите себе модуляры, потом будете с отверткой сидеть. Гаечки там выковыривать. Не покупайте модуляры. Примерим наш Нерлис. Найс. Какой же качественный дизайнерский контент? Возвращаюсь постоянно на канал для вдохновения, как музыкально, так и визуально. Спасибо, что пишешь такие обзоры. One Love. Спасибо тебе большое, Евгений. Очень приятно. Посмотрел до конца, но так и не увидел. Кабель один. Где он? Короче, речь о том, что в одном из своих видео, где я играл на MOOC, там я использовал провода с такими номерами. А использую я, скорее всего, эти провода с модулем Temp. Потому что тут есть 6 выходов. И чтобы не запутаться, где какой, я использую вот такие цифры. В том видео я просто их использовал без какого-то смысла. Нормальные люди просто используют разноцветные провода для того, чтобы подключать. И чтобы можно было видеть, где какой триггер или там, например, какой-то сигнал идет. Ну, а я, поскольку не люблю разноцветную такую эстетику своего еврорека, то я использую всего два цвета. Ну, иногда три. Вот. Чтобы было эстетично. Ну, мне так просто больше нравится. И это вынужденная плата маркировать вот так вот провода, чтобы их различать. Всю жизнь играл на басу. Какой крутой канал. Все, что мне надо, не басовый. И электронный бенчер, супер, и синты, электроника, информация, что надо. Я рад, что тебе понравился мой канал. Добро пожаловать. Очень здорово. Задумал себе модульник собирать потихоньку. И встал вопрос о ящике. Пожалуй, сделай себе сразу кастом с интересным дизайном. Спасибо за ролик. Я рад, что вдохновил тебя на создание ящика персонального. Если собрал, уже присылай фотки. Интересно. Благодарю за очень крутое видео. Но я так и не понял касательно Клока. Если подключить в него IN, аналоговую машину с Клоком, то он будет синхронизирован с ним по BPM. Он не будет. Речь про нейтрон. То есть, там нет секвенсора. Там есть возможность только подать на него какой-нибудь триггер. Для того, чтобы запустить LFO или что-то типа того. То есть, если в нем был бы секвенсор, то можно было бы. А так нет. Он не будет работать через кабель. Но также можно по MIDI. Отправить, например, Сэбблтону что-нибудь. И тогда получается взять секвенсор Сэбблтона. И он будет работать по MIDI. А как вольки друг с другом соединяются. Он работать не будет. Потому что в вольках есть секвенсор. А по нейтроне нет. Катом, где можно послушать твою музыку? Вся музыка у меня здесь на канале. Больше ее пока нигде нет. Поэтому слушайте здесь. Автор где-то купил такую модную кепку. Спасибо за обзор Синта. Кепка фирмы 8 Second. Корейский бренд. Крутой выпуск. Единственное непонятно, зачем выкидывать MIDI-CV. Мне очень близка идея работы с MIDI на тех устройствах, что имеют MIDI-CC параметры. Я получаю отличный результат. Единственное, не сильно силен в модулях. Наверняка есть такие же модули, которые могут раздавать на разные параметры MIDI-CV. И еще для меня очень важен тем, что он дает возможность синхронизировать с темпом. На самом деле там была шутка по поводу выброса MIDI-CV. MIDI-CV это крутая штука. И вообще MIDI-CV сообщение дает возможность модуляции на устройства, которые управляются по MIDI. Там речь была о том, что когда вы подаете какую-то секвенцию на Eurorex синтезатор, то он превращается в обычный синтезатор. Если же вы начинаете строить патч не с секвенции музыкальной, а именно с каких-то процессов, сигнальных процессов, которые добываются посредством огибающих, или может быть рендом-генераторов, или сэмпл-он-холдов, или еще чего-нибудь. То есть вы начинаете строить патч не исходя из музыкальных задач. Получаются интересные результаты. В этом-то хорош модуляры. То есть, ну, конечно, это была шутка MIDI-CV, это крутая тема. Что меня сильно зацепило в нейтроне, аналоговый FM-синтез вкупе с PVM, пульс-модуляция, пульс-вид-модуляйшн синтезом, это просто космос. Я считаю, что нейтрон вообще очень удачный синтез. Его можно просто, на самом деле, делать такие самоосцелляции овердрайва, и у дилея также, у эффектов. Ну и, конечно же, можно волны управлять посредством вот этой вот модуляции широты, пульса. Да, согласен. Нейтрон в этом плане интересен. Как зарабатывать музыкой? Хочу заняться профессионально. Сложный вопрос, конечно. Но я попробую тебе на него ответить. Тут нужно посмотреть, где можно применить себя как профессионала. То есть, насколько ты хорош в музыке. Например, если ты вдруг обладаешь какой-то нотной грамотой, и ты готов преподавать людям это, то ты можешь вести какие-нибудь частные занятия. Например, учить людей музыкальной грамоте. Если ты круто разбираешься в звуке, в эквализации, то попробуй заняться мастерингом. Если ты классно выглядишь, и можешь работать и взаимодействовать с публикой, попробуй заниматься диджеингом. Или, например, лайф-перформансами, если ты чувствуешь толпу. Если ты вдруг разбираешься в современном хип-хопе, то, мне кажется, это один из способов написания минусов для рэперов и продажи этих битов. Также, вдруг, если ты не так далек от IT, то ты можешь податься в саунд-дизайн и писать звуки для приложений или для каких-то сервисов. Это тоже востребованная тема. Направлений много. В том числе и для зарабатывания денег. Но дело в том, что здесь очень большая конкуренция. И если ты хочешь конкурировать, то тебе нужно отбросить все свои дела и заняться одним делом на какой-то длительный период времени, добиться каких-то успехов сначала внутренних для себя, а потом внешних для других. И я думаю, что получится зарабатывать. Но это все не так просто, понятное дело. Добрый день. У меня вопрос не по теме, возможно. На что вы снимаете? Сам стол вид сверху намучился выбирать камеру для такой простой задачи. Стараюсь сделать давлю звук. В таких вещах очень интересное дополнение картинкой процесса. Вид сверху я снимаю с помощью стойки журавль, которая выглядит примерно вот так. С одной стороны вешается камера, а с другой стороны груз, который не дает ей упасть. И можно вытянуть как можно дальше ее. Но дело в том, что мне не очень нравится этот подход, потому что он все-таки с равно камера шатает. Если там нет стабилизации, иногда приходится видео просто монтировать, если это 4К, например. А для съемки каких-то деталей сверху лучше использовать 4К, чтобы было видно, что написано, или, например, что ты делаешь, то варп стабилизация, например, занимает очень долгое время, если компьютер не сильный. У меня, например, ноут монтирует просто очень долго. Поэтому в студии я сделал немного по-другому. Я ставлю не на стойку, а в потолке сделал анкер, и на этот анкер я вешаю уже штатив, и как бы таким образом я лишаю какой-то тряски именно камеру, и так она висит ровнее. Но если место съемки меняется, то я использую штатив, и она, черт побери, шатается. Не занимался целенаправленно поиском русскоязычных контентов, посвященных модульным синтам, и вот спустя год YouTube мне подкинул катом. Очень приятно слушаться, хорошая подача, качественно снята, спасибо. Спасибо тебе за то, что ты написал, мне очень приятно видеть твой фидбэк, и я рад, что YouTube наконец-то рекомендует мой канал, и я нахожу таким образом аудиторию, надеюсь, так дальше тоже будет. Добро пожаловать. У меня есть такая, она, конечно, раскрывается полностью только с гитарой. Синтезаторные дроны тоже хорошо, а вот ударные мне не зашли через нее. Речь про микрокосм. Мне, например, не очень бас там зашел, и я советую бас обрабатывать ее с помощью боковой цепи, то есть, короче, с помощью сэндритурна, то есть, когда бас остается в первозданном виде, и параллельно вы можете его как-то там через сэндритурн посылать на эффект, и таким образом добиваться каких-то интересных грувов. Ну, то есть, то, что в миксе должно звучать основательно, на какой-то бас или кик лучше, конечно, сквозь нее не пропускать. Ну, то есть, какие-то основные партии в треке лучше, конечно, через нее не пропускать, а делать именно вот эффекты или пады, действительно, да, так она в этом плане хорошо. Но мне кажется, это связано с тем, что это цифровая педаль, но зато какая она интересная, и аналогов ей, в принципе, нет. У него есть обратная MIDI-связь, можно ли прописать автоматизацию контроллеров через MIDI. Речь про Grand Mother. У Grand Mother есть с помощью MIDI, можно с помощью MIDI CC прислать ей какие-то MIDI-сообщения, прописать их можно в секвенсоре, то есть, фэбл-тони там или на чем вы работаете. Также можно использовать клавиатуру в качестве MIDI-клавиатуры, ну, какие-то базовые функции возможны. То есть, ну, заходите просто в мануал и смотрите, какие MIDI-сообщения, что значит, и если такая таблица существует, то синтезатор, значит, да, можно управлять. А Black Box не начинает пищать в аудио выход? Как только хотел запитать от активного USB-хаба, жутко пищал в линию. Пока я не заметил, чтобы он пищал у меня, может быть, я в наушниках слушал только через Powerbank и через USB, а USB у меня подключен в Furman. Ну, короче, не знаю, надо попробовать в обычную сеть, но пока я не замечал шума. Приветствую, будет ли обзор на Syncution? Я писал этот обзор год назад, но так и не выпустил его, потому что, а что-то там, короче, не демонтировал. Но суть в том, что Syncution не очень популярное устройство, я понимаю, что оно интересно очень мало людям, а поскольку мне пока хочется набирать какие-то просмотры и аудиторию, то я бы хотел снимать видео больше про популярные устройства. Behringer Crave, там, например, Metron, DigiTag. Но вообще я планирую, конечно же, про Syncution и про весь свой рэк тоже рассказать чуть попозже только. Syncution очень крутой Sync, конечно, один из моих любимых. Скажите, пожалуйста, а он что, правда, моно даже со Spring Reverb что-то не верится, что ревер завернули в моно? Да, действительно, Mugren Mother моно, но я не вижу в этом никакой проблемы. Гитара тоже моно. А ревер там настоящий, не цифровой, поэтому, да, он моно и он больше, наверное, для какого-то винтажного звучания, нежели каких-то спецэффектов. Если вам нужно стерео, просто используйте стерео-педаль. Хотелось бы услышать твое мнение насчет Micro Freak. Micro Freak офигенный синт, я пока еще его полностью не изучил. Мне он очень нравится, полноценный самостоятельный синтезатор, но цифровой. То есть звук прям крутого от него не стоит ожидать, но насколько он мультитембрален, это просто космос. Там, кстати, также есть движок от модуля Plates, который у меня онкнит. Но, в общем, там есть, короче, они работали вместе с Mutable Instruments, и движки там есть, аккорды, вот это тоже. Потом, если я буду делать на него обзор, сравню обязательно. Они и лампочки сделали, и приставку помогли сделать, радио вроде еще. Ребята делают все, что нужно, лишь бы не делать синты. Ну, это про teenage engineering. На самом деле, нового-то уже сложно что-то придумывать. Есть аналоговые, цифровые, есть сэмплеры, и вейвтейблы, и векторные, и прочие всякие штуки. Каждый просто старается по-своему делать новые интерфейсы. Нового толком ничего не придумать. Если они улучшают один из популярных своих сэмплеров, мне кажется, почему бы и не сделать это? Тоже путь. Я бы хотел, например, улучшить какой-нибудь Roland свой TR-8s. Ну, например, мне там что-нибудь в нем не хватает, а я вот хотел бы его улучшить. Если они выпустили TR-8s, с теми желаниями, которые есть у меня, я был бы очень рад. Потому что найти именно свой инструмент очень сложно, но бывают инструменты, которые на 95% тебя устраивают, и что-то вот в них не хватает. Но это уже другая тема, конечно. Но вообще, я понимаю твою боль. Привет. Как раз думал о том, возможно ли использовать модульный эффект от Strymon Skylab с гитарой или аналоговыми синтами. Наверняка нужен некий переходной модуль. О, тут мы плавно перешли к еще одной моей покупке. Я приобрел вот такой вот модуль. Сейчас я про него немножко расскажу. В общем, этот модуль, называется он Golden Mastered компании Endorphins. Он работает с мастер-сигналом. То есть здесь компрессор, здесь есть эквалайзер, здесь есть, как он правильно называется, энхансер, по-моему, когда делает расширение сигнала наверху, или в середине, или внизу. И также у него есть очень крутая возможность, где можно регулировать гейн. То есть можно входящий сигнал вот здесь вот отрегулировать. И также можно, по-моему, на выход подать линейный сигнал или же приконвертировать его в сигнал для модульного синтезатора. Действительно, разница есть. Стандартный сигнал вообще, в принципе, в синтезаторах считается линейным. Еврорек, он же чуть громче, чем линейный. И, например, если вы Еврорек-синтезатор пихаете в, вот, например, Roland TR-8S, там есть входящий сигнал для линейного, то он начинает перегружать. И чтобы, например, Еврорек использовать с такими девайсами, нужен определенный переходник. Бывают модули, которые конвертируют сигнал из Еврорека в линейный, и также наоборот, из линейного его конвертируют в Еврорек. Мне вот эта штука поможет, на самом деле, с этим, потому что я этот Еврорек смогу отправить на входящий канал в Roland, ну или там в тот же DigiTact. То есть он не просто компрессор, также он еще и является вот этим преобразователем этого сигнала с помощью параметров. Также вы можете купить просто модуль, который сделает возможным преобразование этого сигнала. Микшерные консоли, например, у меня вот Маки, например, он, в принципе, с этим справляется и никогда раньше не запаривался об этом, пока не стал коммутировать маленькие девайсы друг с другом и понял, что есть некая несовместимость с Еврорек синтезатором. Также для записи, например, в Zoom Recorder необходимо подать линейный сигнал. Здесь нельзя подать чисто на прямой модуляр, будет жуткий перегруз. Поэтому на педали, которые вы хотите купить, точнее не на педали, а на Еврорек модуле, который из педали был создан, надо смотреть, какой уровень сигнала он воспринимает. Если он только линейный воспринимает, значит, хотя он Еврорек, он, наверное, Еврорек воспринимает. Отдает ли он линейный сигнал, надо смотреть в настройках. То есть если не отдает, тогда придется использовать конвертер. И также в обратную сторону. Еще немного расскажу про этот модуль. Я слышал, он вообще полностью цифровой. Был вдохновлен одним из таких вот мастер-компрессоров от компании TC Electronic. Говорят, что он шумит, но вроде как такие выпускают там прошивки на него. И он вроде перестает шуметь. Интересно, посмотрим, шумит ли мой. И мне придется найти местечко для этого модуля вот в этой системе. Не знаю пока, куда я его положу. Наверное, куда-нибудь рядом с микшером. Блин, а где тут граунд-то? Обычно он красный, а у них какой? Red, Brown, Stripe. Brown, понятно. Говорят, что модули подключают лучше поочередно, чтобы было меньше шума. Или вообще его не было. У меня тут теперь куча цифровых модулей. Интересно, не будут ли они шуметь. Глопошки, похоже, тут не будет местечко. Все ролики пересмотрел на канале. Ни одного ролика для новичков, которые не разбираются, но интересуются, хотят что-то себе приобрести. С какого устройства лучше начать? Собирать сетап для лайва? Без каких устройств можно обойтись? Если хочется перенести процесс сочинения музыки с компьютера с Эблтон на какое-то физическое устройство, то в какую сторону стоит смотреть в первую очередь? Я, конечно, понимаю, что когда знаний вообще пока нет, очень сложно сделать выбор. Но мне кажется, что тут заключается суть в том, что надо тебе больше и больше смотреть, и тогда ты будешь приближаться к устройству, которое тебе хотелось бы купить. Также нужно понимать, на чем ты хочешь играть. На барабанах, на синтезаторе, или на солирующем каком-то инструменте. Может быть, ты просто хочешь эффектами управлять, и у тебя там есть гитара. Это тоже все такие контекстные вещи, в которые нужно вникать. Я бы, например, начал бы с басового синта и с драм-машины. Потому что мне кажется, что это основа музыки, которую я делаю, и поэтому я бы сделал так. Только начиная вникать, вот объясните, пожалуйста, что значит подсоединить вот такой-то синт к музыкальному редактору типа Ableton и K-Quok. Это значит, что там можно будет программировать его звуки в секвенсоре или по Piano Role, то есть он будет действовать так же, как плагин VST, или же просто можно будет записывать партии в MP3 и не более. Короче, все синтезаторы разные. Есть где MIDI-поддержка, там можно даже переключать программ Change с помощью MIDI, с помощью Ableton, например. Во-первых, играть можно ноты, переключать пресеты можно, можно MIDI-сси сообщения отправлять на какие-то параметры, если инструмент продвинутый, а есть инструменты, в которых нет MIDI. И тогда такие инструменты можно просто как гитару в аудиосигнал записывать и обрабатывать уже аудиосигнал. То есть в первую очередь это MIDI. Дальше нужно смотреть на USB. Бывает, что некоторые устройства имеют какой-то редактор дополнительный, который в виде плагина, например, как вот Electron, у них есть Overbridge, можно с помощью этого Overbridge использовать Electron как звуковую карту, по-моему, там можно даже эффекты настраивать, то есть можно открыть и полностью управлять устройством через компьютер. Это уже более продвинутый. Но такие устройства подороже будут стоить. Но я, честно говоря, никогда этим не пользовался, если только пресеты перекидывать. Поэтому смотрите на разъемы USB, MIDI. Если нет разъемов, то аудио, значит просто аудио. Спасибо, очень круто. Всегда нравилось сочетание живых ударных и синтезированных мелодий. Безусловно, полезное видео. Вот так чаще всего можно найти и сделать что-то необычное, неизжитое свое. Речь про того, как я записывал барабанную установку. Да, с помощью уникальных звуков, ваших звуков, можно придвинуться к тому, чтобы найти уникальное свое звучание. Если вы внимательно послушаете каких-то музыкантов, то тот или иной музыкант использует какой-то свой почерк. В Words of Canada, например, можно услышать, как медленно играет пленка. Такое ощущение зажевывания присутствует во многих треках. Я знаю одного музыканта, который постоянно использует один и тот же звук аккорда в своей музыке. Ну и куча примеров, на самом деле, таких. Поэтому найдете свой звук, я думаю, что это будет определенным характером вашей музыки. И это будет подчеркивать вашу идентичность. Думаю, что в этом направлении стоит точно думать и пытаться что-то записывать. По крайней мере, если вы много что-то запишите, то что-то интересное вы точно оставите для себя. Ну и не будете, если не попробуете. Поэтому лучше попробовать. Очень красиво снят, отличный монтаж на уровне канала Миллионика. Только попробуй голос записать ближе и обрабатывать так, чтобы пообъемнее и теплее было. Зашел не по теме, но очень понравилась съемка. Надеюсь, что когда-нибудь у меня будет Миллион на канале. И что касается голоса, то тут, скорее всего, акустика. У меня есть просто помещение, которое никак не... Звука не изолирована, и поэтому звук гуляет. Ну и да, спасибо за комментарии. Поработаю над звуком. Приятный парень в качественной высоте. Думал, что зашел на канал Миллионик. Но вот снова про Миллион. Надеюсь, когда-нибудь у меня будет Миллион. Классно побывать в музыкальном закулисье. Техник, конечно, на грани фантастики. Даже сэмплы рандомно выбирать умеет. Да, на самом деле, сэмплеры крутые стали. С помощью MIDI можно управлять CV. Дело не хочу. В смысле, музыку. Ребятки, подскажите, могу ли я свой Digitone подключить в Digitone? Или наоборот? Вроде в каждом из них есть аудиоинтерфейс. Вопрос в том, могу ли я в одну коробку подключить наушники, и в наушниках слышать два инструмента. Да, можешь как в одну, так и в другую сторону. Я, например, Digitone подключаю в Digitone, потому что в Digitone есть компрессор. Я считаю, что когда компрессор есть на мастер-шине, то это устройство должно быть как бы финальным. Потому что оно позволяет на мастере иметь возможность звук иметь более плотным. Но кто-то вроде любит обрабатывать Digitone овердрайвом, который есть в Digitone. Крутые у тебя девайсы. Тебе хотя бы немного музыкальную грамоту потянуть. Хотя бы просто интервалы и ступени в гаммах. Спасибо, да. Девайсы действительно у меня крутые. А что касается музыкальной грамоты, то это полный провал. Потому что я уже много раз пытаюсь ее изучать. И всегда упираюсь в какую-то свою лень и нежелание изучать чужие произведения. Но я так понимаю, что по-другому просто никак. И пытаюсь это делать как-то на интуитивном уровне. И также у меня не было полноценных клавиш. Вот теперь у меня есть Grandmother и K-Step Pro. Теперь два инструмента с клавишей. Я думаю, что в ближайшее время я очередной раз на этот круг встану и чуть-чуть подтяну свою музыкальную грамоту. Спасибо, что заметил. Кстати, если вдруг кто знает, какие-нибудь ролики на YouTube, где учат музыкальной грамоте, ну, не по старинной классической школе, а может быть как-то по диагонали, не знаю, как учат книжки читать, чтобы взять только нужные. Ну, или какие-то, может быть, персональные занятия. Я с удовольствием с кем-нибудь позанимался бы. Очень приятное видео. Спасибо. Я бы еще посоветовал MIDI-AW завести в микрокосм. Он так становится более предсказуемым. Да, очень круто, когда в педалях есть MIDI-вход, чтобы синхронизировать по темпу. Это позволяет использовать полноценные педали не только с гитарой, но и с девайсами, таким как синтезатор, группбоксы. На микрокосме есть MIDI. Посмотрел этот видос полгода назад, любился и купил себе Digi. Спустя полгода захотелось пересмотреть. Класс. Я рад, что тебе зашло. Очень интересно. Одна просьба. Можете ли вы рассказать, где все это оборудование можно купить и как заставить это работать даже у чайника в руках? Ну, речь про модуляр. Модуляр можно купить на Авито. Очень много предложений, поэтому ищите, попробуйте там. Что касается того, как заставить их работать у себя, то нужно пробовать. Нужно пробовать, читать мануал, как это работает. И когда ты практику плюс теории сочетаешь дома у себя, получается результат. Также я советую взять 7 модуляр для того, чтобы просто начать. Возьмите какой-нибудь недорогой Крейв или Ньютрон для того, чтобы попробовать. И дальше уже просто расширяйте свой сетап. И вот только что прилетел еще один комментарий. Наконец-то я понял, что такое лупер. Жду от тебя видео. Все, про Блэкбокс. Короче, буду писать видео. В ближайшее время ждите. Ну что же, все вопросы и комментарии я прочитал. И у меня еще кое-что осталось в посылке. Там, в принципе, одно и то же. Я заказал вот такие миди-кабеля, которые позволяют согнуть миди-провод в таком положении. Это нужно для того, чтобы, когда мы подключаем, например, к какому-то девайсу, этот девайс можно было ближе друг к другу пододвинуть. Ну, те гитаристы, которые играют с педалями, у которых есть миди, они прекрасно знают, что это экономит им место. И вот я для своих электронов тоже такие кабеля купил. Ну, может быть, не только для электронов. Для того, чтобы сэкономить место рядом с ними. Посмотрим, как они будут работать. Интересно, такой кабель, он плоский и имеет, можно в одну сторону или в другую. То есть, бывает устройство, где миди-разъемы снизу, а бывает, где сверху. То есть, где сверху, можно вот так, оп, просто загнуть. Фирма Rockboard. Короче, рокерский аксессуарчик. Взял разного размера, 30 сантиметров и 60. 30 сантиметров кабель вообще очень сложно найти. А поскольку девайсы находятся рядом друг с другом, в принципе, иметь длинный кабель нет смысла. А тут еще есть возможность его загнуть. Вроде качественно сделаны. Тут, правда, болтики какие-то. Пластик. Да, LFO, конечно, теперь некуда положить. Надо подумать, что-нибудь компактное сюда. Какой-нибудь либо функцион-генератор замутить. Большое спасибо всем, кто смотрел видео, писал комментарии, задавал вопросы. Надеюсь, вам нравится такой формат видео. Если вы хотите меня поддержать, то ссылка будет в описании. Вы можете задать мне там вопрос. Также, если вы вдруг хотите поделиться своим опытом или хотите что-то спросить, то у нас в Телеграме есть клуб, где мы общаемся там друг с другом, друг другу помогаем. Мы слушаем там различную вашу музыку. Устройства мы там не продаем. Мы там просто обсуждаем сетап, который есть у вас и раздаем советы. Если вы вдруг добрый и хотите делиться с такими советами, то вам там будут очень рады. Ну, а если вы только начинаете или хотите поделиться своей музыкой, созданной синтезатором, то вам там тоже будут очень рады. Так что переходите по ссылке и вступайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok